и всем привет друзья вы на канале sky top games и сегодня я представлю вам игрушку под названием лакуна пассаж это симулятор выживания на планете марс скажу так ребятки что этот симулятор чем-то похож на симулятор выживания take on марс вообще у меня на канале есть плейлист прохождение лакуна пассаж я оставлю ссылочку обязательно на плейлист в описании ну для тех кто не смотрел можете поглядеть а для тех кто следил за последними новостями по этой игре ребятки скажу так что насколько мы знаем мы ждали от разработчиков много много идей но ну которые должны были выйти в июле этого года эта новость поступила нам в марте по моему но из-за пандемии коронавируса разработки встали в офисах никто не работал и вообще там с командой разработчиков было черти пойми что главный разработчик забросил игру ушел но потом другая команда его знакомые перехватили эту инициативу они сказали слушай дружище мы все сделаем за тебя не откликайся все будет прекрасно и нас в течение всего периода пандемии начали закидывать различными новостями по этой игре что будут супер шторма мы увидим реалистичную погоду как на марсе то есть мы не увидим при шторме допустим не увидим и на расстоянии вытянутой руке ничего перед собой нам накидали много скринов с новыми роверами и спустя где-то месяца три команда приступила ко всем своим делам к незавершенным и то что они нам хотели превознести до многое потеряли много упустили и вот теперь ребятки до нового года нам разработчики в апдейте под номером 6 сказали что даже будет мультиплеер в этой игре короче ладно давайте просто с вами сейчас немножко пройдемся вспомним что это такое вообще так сложность большой шторм я не знаю будет ли сейчас шторм какой-нибудь увидим ли мы его с вами для тех кто не знаком сейчас вот кстати немножко ознакомитесь сейчас мы спускаемся на капсуле на капсуле на поверхность планеты марс вы оу боже как это было громко сейчас вы спросите что это за персонаж я скажу так что основной упор лакуны пассаж был построен на одиночное прохождение так нажмите е ну это дата под это понятно это наш мини-компьютер вот на таком унитазе мы с вами спустились на поверхность марса посмотри насколько это все красиво так q это сканер я помню 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 такс основной упор был конечно положено у этой игры на одиночный одиночное прохождение по сюжету девушка астронавт спускается со следующей экспедиции прилетает на марс и должна что-то там обнаружить следы и другой экспедиции непонятно как то там сюжет закручен вот но в дальнейшем скажу что мы находим мертвых астронавтов уже первые вторые третьи экспедиции на этой планете марс и я не знаю что на чем сосредоточен конкретно в дальнейшем сюжет ну вкратце я немножко рассказал скажу так да здесь конечно полностью все на английском языке но разобраться довольно таки легко так с нам сейчас короче надо прийти сейчас подождите посмотри как выглядит обалденно солнце вообще вот честно скажу графика здесь реализована она сделана здесь на высоте то есть скажу больше что вот вся местность на которой мы сейчас с вами находимся она полностью идентична съемкам и всему прочему с поверхности марса то есть допустим вы находитесь там в долине маринер да она будет полностью идентична каждый камушек который есть долине маринер он будет здесь на поверхности здесь по моему если я не ошибаюсь 20 квадратных километров полностью карта при ну реализована в точности такс вот наш наш он здесь называется хэбитэйт но это типа порт или пост какой-то так сейчас подожди ну понятно нам нужно подключить электричество подключить в воду короче все системы жизнеобеспечения ух я зашел внутрь и это плохо ладно сейчас выйдем наружу в общем со следующим обновлением разработчики нам сказали что в дальнейшем в дальнейшем в игре будет мультиплеер и это конечно очень здорово да у нас появятся какие-то новые роверы ровер здесь есть ровер здесь есть посмотрите чекайте плейлисты мои плейлист по лакуна пассаж ну правда там честно признаюсь говеная запись в плане звука и в плане качество видео ну потому что блин как правильно сказать ну наверное то что особо не гнался за съемками вообще на ю тубе не знаю так значит вот это вот у нас водяной какой-то процессор или что это такое короче вот это вот устройство нам будет воспроизводить и воду делать нашу воду которую мы будем пить и все прочее так заменим предохранитель да здесь все идет в минутах видишь на все тратится время так нам нужно поставить сюда вот этот вот наверное предохранитель скорее всего можно проверить сразу так вот эти бочки кислородные что ли или какие что они ну как то здесь все влияет на жизнеобеспечение представляешь если сейчас это все приходится делать одному на планете марс то в мультике конечно будет намного интересен да одиночка вот такая она пока сейчас бета демка не знаю как это назвать но можно в нее поиграть представить в принципе что и к чему эта игра что она вообще из себя представляет так давайте посмотрим диагностику в принципе водяной вот эту водяную помпу будем называть ее так можно запускать можно запустить нам нужно дальше так далее мы с вами сейчас чё делаем далее мы идем так 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 это у нас это у нас оксиджен оксигенератор да я понял он воспроизводит кислород сразу проверим диагностика так у нас здесь по моему полетел предохранитель сейчас его заменим да нам не хватает по моему здесь одного предохранителя так обязательно ремонтируем слот и и потом уже только вставляем предохранитель так ну что же оксигенератор у нас запущен бежим нам осталось отремонтировать хитр и вообще запустить потом электричество восстановить наш генератор так смотрите в общем перед тем как если что-то вы собираетесь ремонтировать вот в этих установках обязательно вот там отключайте электричество полностью иначе если вы будете делать какой-то ремонт все ваши труды будут на смарку произойдет короткое замыкание так нужно отремонтировать хитр хитр нам нужен для того чтобы у нас был обогрев в нашем модуле жизнедеятельности здесь тоже по моему да здесь перегорел предохранитель сейчас мы его ремонтируем быстро вставляем новый предохранитель отлично и можно запускать и бежать уже включать просто электричество поехали поле побежали побежали наш ремонт затянулся очень надолго и блин у меня уже идет предупреждение что у меня заканчивается кислород в скафандре так мне не хватает блин одного предохранителя да все беги прыжки и все прочее ускорение вас она способствует большой растрате кислорода в вашем скафандре так давайте посмотрим что у нас здесь так кислород у нас закачивается вода идет поступает мы сейчас короче наш вот этот вот на эту вот наша база короче она сейчас работает всего лишь на запасном электричестве которую мы собрали с помощью солнечных панелей днем и блин можно конечно в темноте здесь поискать что-нибудь я не знаю возможно где-то есть предохранителя возможно где-то здесь должны быть предохранители сто процентов здесь какие-то запасные части ездить здесь же были бывшие экспедиции отлично здесь есть предохранитель забираем его и наверное может быть еще какой-нибудь найти блин нет у нас всего лишь один предохранитель так не стоит забывать о здоровье так 1440 калорий нам требуется вода так выходим по-быстрому сейчас на поверхность и надо все это делать очень быстро иначе мы задохнемся и блин мы замерзнем просто ночью потому что на марсе и вы знаете очень низкая температура и нет кислорода короче щавка включаем электричество и и вперед на базу так отлично электричество запустили и можно теперь оба бегом 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 у нас заканчивается кислород предупреждение просто офигеть посмотри синий закат на марсе да синий закат на марсе ой 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 мы начинаем задыхаться и нам срочно нужно уходить нам сру срочно нужно внутрь быстрее все база полностью функционирует вода вода ну как-то я не знаю вода горит желтым отопление по моему тоже а что конкретно у нас ну наверное все таки электричество да нам надо было сразу первым делом отремонтировать вот электрическую эту установку генератор или что это там чтобы хотя бы у нас от солнечных батарей мы собирали энергию так у нас даже есть посмотрите кубики льда есть печенье какой-то суп горох и все прочее так нам нужна вода так подожди а что у нас есть в инвентаре а у нас есть вода это прекрасно в принципе можно наверное даже стой я ее выпил сейчас по-моему да я ее выпил стой или я ее вложил нет я ее выпил мы попили воды все прекрасно есть мы пока не хотим да и в дальнейшем будущем в игре будет система крафта я вам скажу сразу тут есть вот такие столы можно будет собирать какие-то детали либо сломанные те же детали разбирать собирать какой-то полезный материал из них что-нибудь дальше сочинять да можно будет собирать полезные ископаемые грунт марса и все прочее так это у нас по моему стол вот как раз для сборки анализов марсианского грунта а вот здесь вот здесь мы сейчас вот эти материалы разберем они нам больше не нужны так разбираем тоже вот этот предохранитель старый так что у нас в инвентаре и смотри нам дали короче говоря что мы получили когда разобрали предохранитель металл и а подожди нет мы получили просто металл у нас же есть еще провода мы сейчас их тоже разберем порваные провода и инвентарь у нас есть пластик у нас есть пластик ну в принципе он мне не нужен я его сейчас выложу сейчас мы с вами знаете что скрафтим мы сейчас с вами скрафтим короче предохранитель сейчас подожди потому что в дальнейшем предохранитель нам понадобится я объясню вам почему так вот смотри нам нужно блин нам не хватает металла нам не хватает металла здесь у нас еда ооо такс здесь что это такое что это за деталь металл блейд давайте возьмем ее наверное сейчас мы ее разрушим такс я ее взял точно нет ее у меня нету мне пришлось пожертвовать фильтром для установки в обогреватель короче у нас теперь есть металл и сейчас мы будем крафтить вот этот предохранитель так мы его сделали почему стой металл так металл в общем я понял мне не хватает для крафта инженерных инструментов но это все можно в принципе найти потому что по карте давайте посмотрим так навигация вот наша карта мы находимся с вами вот в этом фиолетовом кружочке на этой карте я точно уверен могу сказать со стопроцентной уверенностью ребята здесь у нас находится еще три таких поста вот и мы будем искать с вами в дальнейшем можно найти в дальнейшем какие-то инструменты даже можно найти ровер так с на карте конечно отображаться сейчас в поисках ничего не будет потому что блин нам надо запустить вообще маячки такие есть на карте так и в них короче тоже надо по моему вставлять вот эти вот предохранителя можно было бы поесть но я не буду сколько на марсе времени время 2313 и потом все данные остальные будут у нас отображаться на карте давайте дозаправим немножко наш скафандр так электричество давайте на сотку и выходим на поверхность на ночную поверхность марса конечно ночью на марсе бродить не очень я тебе скажу потому что можно потеряться особенно если в дальнейшем будут какие-то бури то ребята это все это будет это будет жесть так мне нужно пожертвовать наверное знаете чем мне нужно пожертвовать предохранителем сейчас мы вытащим из этой панели один предохранитель я не уверен конечно оксигенератор в дальнейшем будет работать да он работает и на двух предохранителях это здорово так ну что же нам придется наверное совершить сейчас большой большой марш прыжок может по пути что-нибудь еще и найдем ну скажу так что после последних обновлений предпоследний предпоследним обновлением но поверхность марса приобрела более такой реалистичный вид прорисовка камней и всего прочего тут кстати да можно еще и увидеть небольшие смерчи так ну что же ладно пишем упасть и разбиться насмерть здесь пока в этом симуляторе выживания нету такого не реализовано в общем скажу так то есть ты можешь прыгать с любой абсолютно поверхности даже на ровере и блин он не сломается ну просто перевернется и все но потом может можно поставить его на место так наверное я пока пойду без фонаря у нас вышка вон там почему я не буду включать фонарь да потому что блин это затрата энергии нашего скафандра да кислород очень быстро тратится если куда-нибудь уйти на другой край карты начать путешествие то возможно ты никуда не дойдешь так я уже сбился все бежим мне только что высветилось что блин мы хотим пить и посмотри как учащается пульс при беге это конечно тоже очень плохо все это влияет на здоровье так ну что же в принципе мы сейчас не должны заблудиться я знаю точно наша база вон там находится в той стороне и давай посмотрим на этой панели что да ну здесь в принципе как я и говорил здесь не хватает предохранителя обязательно нужно сначала отремонтировать этот слот потом вставить предохранитель так давайте сразу починим вот этот слот и так диагностика консоли диагностика консоли все прекрасно точно я не помню по-моему стоп стоп все стой маяк должен по идее сейчас работать давайте посмотрим вообще можно посмотреть сейчас по навигации да отображается наша база то есть она где-то вот там по-моему да все отлично мы запустили навигационный маяк так ну здесь все сделано я не знаю можно конечно побродить сейчас еще по карте куда-нибудь сходить сходить поискать какой-нибудь ровер я знаю точно что примерно вот скорее всего в той области у нас находится еще такой же пункт пункт или постпост да где мы можем найти какие-нибудь другие полезные ископаемые собрать их и блин даже найти какую-нибудь еду что-нибудь в этом роде так ну я думаю сейчас наверное нужно нам возвращаться скорее всего нашему первому посту вот в той стороне нам нужно попить поесть и отоспаться блин конечно при дальних путешествиях тебе придется большую часть пути пройти спокойно пешком посмотри мы сколько мы находимся на поверхности марса часа наверное 2 и небольшой в принципе путь ну сколько километр от поста до передающей антенны да мы пробежали 2 километра и у нас 50 процентов расход кислорода и пульс у нас зашкаливал за 100 то есть на большие расстояния придется ходить просто вот так вот спокойно передвигаясь пешком но сейчас мне точно ничего не грозит можно даже пробежаться поесть попить и лечь спать так что у нас по жизнедеятельности базы такс я смотрю что так стоп стоп у нас нет электричества у нас нет электричества да придется дожидаться утра ну ляжем спать прямо в скафандре дождемся рассвета солнца и пойдет зарядка наших солнечных батарей такс понятно я понимаю что это фонарь так давайте наверное до восьми утра расход 160 калорий надеюсь мы не умрем все прекрасно так у нас почему-то не работает реоксигенератор потому что у нас наверное мы вытащили предохранитель помните да так ну запасы кислорода здесь есть ладно мне пока это не страшно так у нас критическое критическое состояние нам нужно выпить воды так нам нужно выпить воды шпинат какой-то я так понимаю суп так я забыл проверить наше состояние да нам нужно еще попить наверное воды можно уже выходить на поверхность марса давайте возьмем пять бутылок с водой так выпьем еще парочку проверим наше состояние все отлично мы полностью восстановлены но у нас какие-то повреждения органов или что это я вроде бы нигде не падал да и пока здесь невозможно упасть ну ладно выходим на поверхность марса мы забрали последние остатки кислорода с этой базы можно выходить отсюда можно передвигаться к следующему объекту вот видишь как здесь все непросто как казалось бы реоксогенератор у нас отказался почему-то блин работать я не знаю может быть почистить вот эти rtg это у нас я так понимаю какие-то плутоневые установки так солнечные панели давайте попробуем почистить солнечная панель 12 минут минус еще сколько там 6 минут да может быть просто очистить солнечные панели и пойдет зарядка я честно не уверен но сейчас проверим такс теперь пробуем перезапускать перезапускаем и посмотрим стоп 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 может у нас полетели фильтры ух стой а тут фильтров вообще по-моему нету ладно сейчас я проверю может просто да реально надо было перезапустить нет он у нас не работает ну что же я буду чекать эту проблему буду смотреть что в нем не так ну что же я разобрался в принципе с причиной отключения нашего генератора кислорода нам да как я и говорил нам не хватает просто одного предохранителя пока что я вынул его вот с этого насоса который закачивает нам воду ну я не знаю возможно я куда-то воткнул лишний предохранитель я разберусь с этим в дальнейшем по крайней мере кислород у нас закачивается и мы можем здесь пока еще существовать маленький процент воды 2,6 литра всего лишь 21 процент на базу печально печально ну наверное на этом я пока что закончу если тебе понравилось данное видео пальчик вверх подписка на канал ну вот такой симулятор пока что не полноценный будем ждать всех обнов и в дальнейшем будет еще веселее думаю что все что я хотел рассказать я рассказал всем пока пока